Во-первых, хочу сказать огромное спасибо за безумное количество поддержки. Чувствую себя как в день рождения. Иногда, правда, кто-то очень грустным голосом мне звонит, спрашивает, как я. Кто-то плачет. Слушайте, ребят, всё нормально. Жизнь есть жизнь. Кто-то спрашивает, чем я сейчас буду заниматься. Ну, вот видите, чем. Сейчас палы в квартире буду мыть, потому что не мыло месяца два. И кругом грязища, пылища. Ну, а всё остальное, ещё раз говорю, жизнь есть жизнь. Мы не поговорили, ты упомянула про квартиру как раз. И вот про твою борьбу с ТСЖ, с этим ТСЖ, с этими судами. В сегменте ЖКХ. Да. Понимаешь, дело в том, что, я считаю, у нас говорят про гражданское общество, вот и нет у нас гражданского общества. Я считаю, что Плолита Милявская сделала шаг к построению гражданского общества. Потому что если все начнут бороться с этими ворами, и ты в эфире как-то заявила, что они воруют все. Это, кстати, смелое заявление. Ну, дело в том, что не надо далеко ходить, и есть огромная статистика, процентов 90 тех людей, которые попали под ТСЖ, они как под каток попали. И самое главное, что если брать с 90-ми годами аналогию, то тогда ещё наши правоохранительные органы всё-таки стояли на стороне жильцов. И можно было как-то обороняться. И управленцы ещё как-то стояли. Можно было куда-то написать, что-то люди разбирались. Сейчас никому ни до чего дела нет. Сейчас только если ты не позволишь себе эту гражданскую позицию, считай, что завтра твои дети будут в работорговле. И завтра у тебя просто можешь лишиться площади. Потому что в законах есть порядка четырёх пробелов, очень сильных, позволяющих воровать и не несущих наказания. Это такая же схема коррупции, достойная того, чтобы люди сидели в тюрьме. Но почему-то закон не предполагает. Нас не уважают решения судов, нас как бы пренебрегают. У нас можно безнаказанно от жильцов избить, отключать лифты, строить разные козни. И в принципе управы нет, потому что находится связка. Все находятся в доле. Управа районная в доле, может, инспекция в каких-то там, значит, более мелких. Прокуратура, ей плевать, а может быть и в доле, не знаю. И последнее звено, которое называется, забыла, там сидят префекты, префектуру. Этлити тоже там в своих дольках. И поэтому, когда вот эта вот ЖКХ-шная доля, она бы перераспределилась в фонд тех людей, которые населяют квартиры, клянусь тебе, у нас счета в сто раз меньше за квартиру были. Не было бы такого народного недовольства, потому что реальные тарифы, они вполне оплачиваемы. А вот то, что сейчас предлагает эта система воровская, конечно, мы доживем до народного бунта. Потому что никто не говорит, хлеба, нет, люди как, хлеба и жилья. В принципе, да, поесть и жить. Хлеба и зрелища, кстати. А вот зрелища у нас достаточно. Не политкорректно, но без злого умысла.